Приветствую вас и, к сожалению, вам уже это сказали, вы очень мало дали информации о своих проблемах. Вы написали, что да, сначала все было хорошо в ваших отношениях, потом начались проблемы, скандалы, ссоры и так далее. Хорошего в этом, конечно, мало, и вы не знаете, что с этим делать дальше. Давайте определить с вами так. В конечном ссоре виноваты всегда два человека, то есть оба несут ответственность за то, что происходит в одном отношении. Это, конечно, понятно. Понятно, что оба человека несут эту ответственность. Но, но, что именно, какую именно ответственность несете вы? Вот этот вопрос им нужно в первую очередь для себя прояснить. Вы, лично вы в отношениях, лично вы в ссоре, какую позицию занимаете? Предположим, в ссорах существуют всегда два субъекта. Первый человек – это провокатор. Второй человек, ну, назовем его образно ответчик. Пусть будет ответчиком. Я надеюсь, что это достаточно такой хороший пример. И вот представьте себе, что вы занимаете какую-то роль. Какая это роль? Ответчик или провокатор? И в зависимости от того, какая у вас роль, вам и нужно понять, как себя вести именно с вашей стороны. Дело в том, что мужчину, вот лично мужчину, своего мужчину, да, вы изменить, конечно же, пока что не сможете. Но осознать, осознать, что вы являетесь, скажем так, частью этих ссор, частью этих конфликтов, вы вполне себе можете. И вот тогда, когда вы это осознаете, вы сможете свою часть, свою ответственность регулировать. Вы сможете свою сторону контролировать. И в зависимости от этого ссоры сразу же перестанут происходить. Потому что они невозможны без участия одного из людей. И в данном случае речь идет о вас. Вам нужно определить, кто вы в ссорах и перестать этим человеком быть. Первый и важный аспект. Второе. Могу предположить, что в ваших отношениях, скажем так, происходит, ну, такая ситуация, как привычные модели поведения. Такое, знаете ли, бывает. Такое, знаете ли, встречается. Привычная модель поведения, она проявляет себя тогда, когда люди привыкли вести себя определенным образом. И по-другому, может быть, и хотели бы, может быть, и рады, но не могут. Привычные модели поведения обусловлены и условиями, и общением, характером общения и так далее. Я думаю, что если у вас все телефонные звонки, все там ваши встречи и так далее заканчиваются ссорами, то это означает только одно. Что вам нужно побыть друг без друга. В какое-то время, недолго. Побыть друг без друга, потому что произошло, ну, скажем так, произошло насыщение. Или лучше сказать даже перенасыщение. Произошло перенасыщение вами, друг с другом. В этой ситуации, в этой ситуации, нужно это перенасыщение, ну, взглядом так, слегка снизить. Чтобы вы заскучились друг по другу, чтобы вы, там, знаете, побыли друг без друга немного какое-то время, да. Пересмотрели свое отношение друг к другу и так далее. И после этого, спустя какое-то время, вновь вы друг с другом встретились, чтобы посмотреть, ну, скажем так, посмотреть друг другу в глаза и определить, а есть ли между вами связь. Есть ли между вами, а знаете, что-то, что вас связывает, что-то, что делает вас единым целым. Если такого нет, то рискну предположить, что вам нечего больше друг другом делать. И встречаться вам, к сожалению, больше не имеет смысла. Если вы друг по другу не будете скучать, если вы не будете стремиться друг другу делать счастливыми, но если по прохождению определенного времени вы ощутите, что скучаете друг по другу, что хотели бы быть вместе, поверьте, все ссоры уйдут, словно бы их никогда не было. Ну, пожалуй, я думаю, что про первую причину вам достаточно много уже сказали. И, если честно, здесь все таково, что я, в общем-то, понимаю прекрасно, что вы, наверное, не хотите говорить нам, что с вами произошло. Наверное, вы считаете, что это, ну, не нужно. Вот. Но вы знаете, специалисты, которые советуют вам сказать, что действительно вас волнуют, специалисты, которые просят вас подсказать им, что именно с вами произошло, почему вы ссоритесь, они не просто так это делают, они искренне хотят вам помочь. И если вы желаете именно получить помощь, то я бы рекомендовал вам послушаться специалистов и все-таки пояснить хотя бы в личных сообщениях кому-либо из тех, кто ответил на ваш взгляд наиболее правильно, пояснить причину того, что с вами произошло. Поверьте, без этого, без вот таких аспектов, знаете, будет сложно, очень сложно вам помочь. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам посоветовать в вашей ситуации. Вот, в принципе, то, что вы можете сделать, чтобы как-то помочь себе справиться со своими проблемами. Вот то, что вы в силах сделок для того, чтобы исправить свою ситуацию, чтобы улучшить ваши отношения. Хотите вы реально это сделать или задали просто на эмоциях, потому что вас все достало, решать вам. Я же, со своей стороны, могу вам помочь, если вы преподнесете вашу проблему более полно, более правильно, более развернуто и предоставьте больше информации. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!